Здравствуйте! Вы смотрите Аналитику на канале Витража и Вери в Красках. Почему я сегодня хочу обратить ваше внимание на этот видеосюжет и интервью представителя ПЦУ в городе Ровной области? Во-первых, потому что этот материал вышел на канале, который финансируется всеми нами, украинскими налогоплательщиками. Это достаточно большие суммы, у меня нет пока цифр по году текущему, но когда шло голосование за бюджет на 2021 год, то Суспильна Телебачиня запросила финансирование на 2,2 миллиарда, подчеркиваю, миллиарда гривен. И сейчас мы видим не новости, не рассказ о том, что происходит в стране, даже не журналистику, а использование творопора, причем, к счастью, успехов там нет, вряд ли будут, для рекламы организации ПЦУ. Давайте вместе посмотрим, что рассказал нам Руслан Иванович Проц, которого здесь представляют как архиепископа Илариона. Тогда я предлагаю вам послушать представителя ПЦУ, ведь на удивление он развенчивает некоторые мифы Раскольников. В серьезном случае, мова богослужения, это не какая-то об обязательства республики по переходу парафії. Это происходит, на мой взгляд, абсолютно безболезно, добровольно, лагерно и очень спокойно. То есть в первые дни, звичайно, когда громада переходит, от нее зависит, что хотят они сразу перейти на украинскому обослужения, что хотят они все делать поступово. И так как это действительно не принципово. Представляете, отовсюду звучат аргументы Раскольников, мол, хотим молиться только на украинском языке. А тут оказывается и церковнославянским все в порядке. Понятно, что чаще всего это бравада, мол, ничего не понимаем, либо говорят это люди далекие от церкви, как примеру, буковинские активисты-пропагандисты. Да-да, мы обсуждали это с вами в рамках аналитики, когда говорили о многострадальном храме в Михальче, который, к сожалению, все же был захвачен представителями ПЦУ. А теперь язык не проблема. Какие аргументы рейдеры теперь будут выдвигать? Похоже, что их лишили главного. И мы видим, как развенчивается первый миф представителей ПЦУ. Вообще интересно смотреть это выступление представителя ПЦУ вот, казалось бы, и 15 минут в полном сюжете нет, но этого вполне достаточно, чтобы понять, чего эти люди, а я сейчас о представителях ПЦУ, хотят на самом деле. Такие поодинокие выпадки приходят, радятся, я надеюсь, и далее будут приходить. Это ответ на вопрос, приходят ли к представителю ПЦУ вровно священники из канонической церкви. Как видим, как Иуда навстречу первосвященникам, чтобы договориться о цене предательства Христа, так и описанные высшие люди приходят к руководителю региональной структуры ПЦУ. Но обратите внимание, тут он говорит, что это одиночные случаи. И понятно, что и тему захватов храмов не обошли. Послушаем мнение одного из тех, кто благословляет религиозное рейдерство и мародерство. Да все все поняли и не готовы менять веру и приступать к канону, просто потому, что один политик решил в свое время задержаться на второй срок, и ради этого разыграл религиозную карту, продавив грамоту для откровенных сизматиков. И он создал в итоге религиозно-политическую структуру, которую по недоразумению пытаются выдать за украинскую церковь. И это ему не помогло. Люди поддерживают настоящую церковь своего народа, каноническую Украинскую Православную Церковь. Так что еще один миф развенчан. Но, как вы понимаете, тема захвата возможностей мирного сосуществования конфессий в Украине не закрыта. Как посмел? Ох и вопрос. Струить храмы они советуют. Разве для этого ПЦУ создавали? Хотели бы строить, строили бы. Но это организация, которая не заинтересована в межконфессиональном мире. И тут слова говорят громче дел. Заметьте, актуально, по мнению представителя ПЦУ, все было только до 2014 года. Почему? Очередные пропагандистские клише. Где можно было говорить про мирное существование? На сегодняшний день я вообще не понимаю, как можно поднимать тему существования в Украине филии российской православной церкви. Еще в октябре 1990 года, даже до того, как Украина провозгласила свою независимость, каноническая церковь получила грамоту о полной административной финансовой независимости Украинской православной церкви. Ее подписал святейший патриарх Алексий II. Но об этом не любят вспоминать представители ПЦУ, чью автокефалию, как мы не раз видели, признают как фиктивную, которая существует только в пропагандистских речах и мечтах. И вы видите, что развенчивается еще один миф, что представители ПЦУ хотят мира и видят в Украине мирное сосуществование конфессий. И все это вот вещается государственным СМИ за наши с вами деньги. И одно радует, умные люди задумаются, сделают выводы. Если они еще не сделали свой выбор, правильный выбор, то это станет еще одним аргументом в поддержку канонического православия в Украине, украинской православной церкви. Остерегайтесь сомнительных собраний и непроверенных новостей, читайте классику и смотрите канал Витражи о мире красных.